Генеральный партнер Imperial Home Добрый вечер, дорогие друзья! Это стародавние времена. Люди могли обладать только одной профессией, только одной специализацией. Пахарь был пахарем, человек, который умел писать, был писарем, ну, соответственно, маг был магом в одной направленности. В современном мире, и мне кажется это замечательным, мы с вами можем приобрести огромное количество навыков. И чем больше у нас энергии, чем более вместима наша душа, чем мы умнее, тем больше навыков станут для нас по-настоящему профессиональными. И, конечно же, такой гость находится у нас сегодня в студии, в гостях передачи «Избранный». Человек, несмотря на молодой возраст, очень профессиональный. Почему? Потому что его душа достаточно древняя, многоопытная. И, придя в эту жизнь, уже в молодом возрасте, он не только заинтересовался эзотерическими знаниями, но и успешно их осваивает. Итак, сегодня у нас в гостях один из наших любимых проводников по тонким запредельностям этого мира. Человек, который уже вобрал в свою профессиональную деятельность много эзотерических практик, которыми он сможет поделиться с вами и решить ваши проблемы. Итак, встречаем. Рунолог, таролог, биоэнергет Талгат Чеймерден. Добрый вечер, Талгат. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Такой интересный молодой человек, прям такая у вас внешность. Можно в актеры сразу же определять на сцену или в кино, да? Как-то сразу располагающий Талгат к себе так выглядит. Давайте начнем все-таки, как это не банально прозвучит, но сначала. Откуда у вас этот интерес к эзотерике? Ну, у меня нет такой истории, что типа я с детства вижу духов, призраков. Только у вас тоже не било, нет? Нет, нет, ничего такого не было. Все началось просто с детского интереса. Мы с подругой, ну, примерно шесть лет назад, просто взяли игральные карты и начали друг другу расклад делать. Потом где-то через месяца-два все события, которые я предсказывал, начали сбываться. И я такой, ну, что-то странное. Потом решил купить Таро. Купил Таро, тоже начал раскладывать, все события тоже начали сбываться. И я как-то углубился в эту тематику. И вообще я до, наверное, до прошлого года был атеистом вообще. То есть ни во что не верил, ни в Бога, ни в черта. И я думал, что все мои знания, это чисто мои знания, которые я брал с интернета, с книжек, то есть вся эзотерика, я думал, это как мне пришло, благодаря книжкам. Но когда я начал встречать на своем пути людей тоже силы, видящих людей, они мне все твердили, вот, у тебя есть экстрасенсорные способности, ты будешь в дальнейшем видеть без карт. И, наверное, после этого началась моя трансформация. У меня в жизни начались определенные проблемы, ну, по финансам, там, по учебе были некоторые косяки. И благодаря тому, что я пришел в мир магии, я все эти проблемы как бы решил. И сейчас, помимо Таро, я обучился рунологии, также у меня была наставница по биоэнергетике. И когда я прорабатывал в себе вот эти энергетические моменты, чакры, там, тонкие тела свои прорабатывал, карму свою прорабатывал, после этого, как бы третий глаз начал открываться, и сейчас более-менее уже вижу без карт. Бывают на консультациях люди приходят, а там сзади него какой-нибудь мертвый человек. И они им передают определенную весточку, и проигнорировать эту весточку никак не могу. Поэтому после этого я понял, что у меня не только Таро и Руны, помимо всего этого у меня еще и способности медиума есть. И это как бы сейчас только-только начало развиваться, открываться. Это очень интересная способность. Я думаю, что вас ждет много интересного в этой связи. А у нас за нами с Алиханом никто не стоит? Нет, сейчас, пока не вижу. Слава Богу. Никто никакую весточку нам не передает, что фильм выйдет. А это не всегда просто выборочно, можно сказать. Не со всеми клиентами я работаю там с духами. Например, клиент пришел, если у него прям какая-то тяжелая ситуация, то, соответственно, какой-нибудь мертвый придет и подскажет что-то. То есть нам всегда из того мира помогают, да? Да, обязательно. Без этого никак. А что обычно подсказывают? Какой-то самый яркий пример приведите за ваши практики. Самый яркий пример – это когда я своего друга просматривал. То есть я только обучился диагностировать чужих людей на чакры. И я просматривал своего друга. Я просматриваю, ну, все чакры рассказал, ауру рассказал. И здесь мне приходит, я вижу, что с его, с правой стороны стоит дедушка. Я описываю дедушку, вот он такого-то роста, у него такие усы были такие. И он говорит, чтобы вот он не водил машину как-то коряво слишком. То есть я ему показал эти движения, как не нужно водить. И он такой в шоке. В это время я с этим другом так тесно не общался. И его друзья тоже сидят в шоке. Я говорю, что случилось? Почему вы все в шоке? И они как раз-таки говорят, что у него есть такая плохая привычка. Когда вот водит машину, если какая-то прямая трасса, то он извильство начинает ездить. И вот такой вот пример был. Потрясающе. А вы не спрашивали никогда у приходящих к вам духов, как они там, что там за гранью в том мире? Нет, не спрашивал. Почему никто не спрашивает? Я бы уже так не отпустила духа. Ну-ка, отвечай. Поэтому ко мне редко приходят они. Думают, что кто-то у нас потустороннее интервью будет брать. Я побуду в плен. Да. На вопросах, календарь, что-то у нас. Да. Вы хотите обучаться медиумству у кого-то конкретно? Уже есть наставник или еще просто сами? Нет. Это само по себе раскрывается, да? А когда-то, может быть, вы призывали, вы не пробовали вызывать? Пробовал. И что? Ну, это опять с друзьями был такой дикий интерес, провести спиритический сеанс, посмотреть, что, кто придет, придет ли вообще. И, соответственно, я не покупал доску Уиджи. Мы это соорудили сами. Ночь. Все свечи зажег. Встали в круг и начали призывать. Но мы призывали не какого-то левого духа, а именно определенного мертвого человека. Начали призывать. И, как ни странно, никто из друзей не чувствовал. И я вижу, что... Не то, что вижу, а чувствую, что за спиной кто-то мне дышит. В спину прям. И в это время у меня еще не были догадки, что у меня такие способности медиума. Я немножко испугался. Потому что что-то странное. В комнате температура как бы поменялась. Свечи начали трещать. И я сказал, все, завершаем. Больше это повторять не будем. Но сейчас, когда уже больше контактируешь с такими вещами, уже немножко какая-то резистентность появляется. Более так адекватно воспринимаешь это все. То есть вы уже не пугаетесь? Нет, уже сейчас не пугаетесь. Ну, а когда вы видите какое-то духа, опять ощущение есть, что температура в комнате меняется или нет? Если это мертвый человек, то температура меняется. То есть она немножко понижается. Такой могильный холод немножко появляется. Интересно. Вот у нас могильный холод, а у индусов принято же кремировать. Там наоборот, наверное, температура повышается у них, да? Вот не знаю индусов, пока я не просматриваю. Интересно, да? Это тоже зависит же от нашей ментальности, как мы воспринимаем реальность. А как вы пришли к рунам? Кто был ваш учитель, если это можно сказать? По рунологии у меня тоже учителя нет. Это все я сам. К рунам вот как раз-таки это было в прошлом году, где-то в февраль месяц. У меня начались проблемы по финансам, долги и тому подобное. На консультациях, соответственно, я не мог заработать эти деньги. И потом мне пришла такая мысль, что нужно начать чистить людей. И, соответственно, любые чистки я сначала делаю на себе, чтобы потом на ком-то пробовать. Я себя почистил, посмотрел, уже понял, что эффект есть, значит, они у меня работают. И взял первого клиента, тоже чистка прошла успешно. И потом вот так все как-то пошло-поехало и справился со всеми проблемами. А рунами я интересовался до применения. То есть я знал значение рун, как рисовать эти руны, какой-то там пантеон богов. Вот эти все моменты я уже знал, но не применял. Потому что меня предупредили, что вот рунами нельзя заниматься, они испортят судьбу в неумелых руках. Ну, я как-то прислушался, но потом, когда у меня были эти проблемы, я сказал, ну уж нет, раз я изучаю, я должен это применять. А почему руны могут испортить судьбу в неумелых руках? Мне кажется, что угодно такой эффект может показать. Ну, у многих, когда вот людям говоришь, что ты занимаешься рунами, они начинают пугаться, говорят, ой, руны, это же такой серьезный инструмент. Действительно, это серьезный инструмент. В неумелых руках он может и покалечить. Но важно знать именно азы рунологии. Нужно знать, когда это все использовать, зачем использовать. И самое важное, знать значение рун. А разве, Талгат, не важно посвящение? Вот у всех рунологов, которые я интервьюировала здесь, у них у всех, помните, Алихан, есть посвящение. То есть, вы правильно сказали, пантеон богов. И с ними посвящение, это как вас знакомят с ними. И уже говорят, это свой человек, свой чувак, с ними давайте работайте. Вы заключаете соглашение, контракт, договор с богами. И потом там же нужно, например, Одину нужно же приносить сырую печень, темное пиво. А я сама не рунолог, просто у меня есть знакомые рунологи. Посвящение, как таковое, необязательное. То есть, если вы будете, например, только работать с рунической традицией, то в этом случае, конечно же, такого прям официального посвящения в рунологию нет. Посвящение начинается с того момента, как ты первый раз обратился к Одину, все дары преподнес, руническую формулу активировал, деактивировал, обратно поблагодарил, и все. Если все хорошо прошло, значит, бог тебя принял, что ты можешь дальше с ним контактировать. То есть, можно к Одину постучаться самому без проводника, да? Да. Интересно. А вы, когда к нему стучались, вы его восприняли, как вы его ощутили, увидели? Каждый раз, когда я вот Одину делаю какие-то дары, постоянно со мной ходит собачка. Белая собачка. Она прямо от меня никуда не отходит. И я считаю, что вот эта собачка не просто так рядом ходит. А потом она съела печень и уходит? Нет, она вот дары, кстати, она ничего не трогает. Она просто рядышком побудет и уйдет. И когда я понимаю, что дары приняты, например, сегодня я оставил дары возле ясеня, на следующий день я прохожу мимо этого ясеня и смотрю, даров уже нет. И я понимаю, что мои дары были приняты. Были моменты, когда они были не приняты. То есть, и, соответственно, руническая формула как-то коряво сработала. А с чем это связано? С тем, что у человека своя карма надо было, чтобы он ее отработал? Здесь есть несколько моментов. Есть момент самого мастера, есть момент клиента. От мастера, возможно, в моем случае была моя неподготовленность к этой ситуации. А что это значит? Например, конкретно к этому случаю перейдем. Ко мне обратилась клиентка, у нее была такая деструктивная программа, прям очень тяжелая. Я это всерьез не воспринял, то есть всю серьезность. И сказал, хорошо, я вас почищу, я уберу это все. И на картах я смотрю, все прекрасно, я смогу убрать, никаких помех в этом не будет. Я думал, что одного Одина мне будет достаточно, чтобы убрать этот негатив. Но, как оказалось, что Одина недостаточно. Тора подключили. Да. И в этом случае еще моя личная прокачка была немножко слабенькой. Поэтому к ритуалу я так несерьезно отнесся, и дары были не приняты. Но я быстренько все это подкорректировал и восстановил. Ну да, серьезная, конечно, ироническая традиция. А все ли проблемы, вот если мастер правильно настроен, все правильно сделано, можно решить с помощью рун? Да, любые проблемы можно решить. Ну, например, какие? Перечислить из вашего опыта уже. Из моего опыта. И клиентов ваших. Из моего опыта любые любовные проблемы, проблемы с деньгами, проблемы с продажами, проблемы с клиентами, проблемы со способностями тоже. Любые чистки, абсолютно любые. От простого сглаза до родового негатива, до каких-то кармических заболеваний. То есть рунами можно корректировать любую энергоструктуру. Фактически даже и бессмертие сделать себе. Я здесь не соглашусь. Ну да, кому же тогда из потустороннего мира приходить? Так же к новому шаману-электросенсу, да. Да. Вот. Ну, самая такая значительная ваша победа с помощью рун, можете рассказать, не называя именем? Да. Ко мне обратилась клиентка. В жизни вообще бардак сплошной. Личные отношения не идут, деньги не идут. У нее еще сонный паралич был. То есть она жила за городом, но, как бы, она сама за городом живет, но переехала в город. И у нее начались сонные параличи. Ну, это полная же разбалансировка тонких тел. Да. И сонный паралич все, как бы, друг на друга накладывается, и здоровье как-то ухудшилось. И я смотрю, что там нужно сделать кармическую чистку, потому что очень много долгов у нее накопилось не только из нынешнего воплощения, но и из прошлых воплощений. И я быстренько подобрал формулу, смотрю, эта формула подойдет. Эта формула довольно-таки долго действовала, где-то примерно около 40 дней она была включена на нее. После этого, после того, как она понаблюдала над собой, у нее, как бы, деньги начали к ней приходить хорошо, долги начали возвращаться. Она, как бы, вот этот хаос в мыслях, она все, как бы, упорядочила, все по порядку, по полочкам расставила. Отношения с парнем наладились. И самое важное, вот, сонный паралич исчез. Отлично. Я такой думаю, уж серьезно. А насколько долго держится этот эффект? Нет такого, что вот вы сейчас помогли, а потом человек снова идет в эту же ситуацию? Есть. В основном, если я чищу от каких-то деструктивных воздействий. И когда открываю денежный канал. Вот человеку ты открываешь денежный канал, говоришь, все хорошо будет, эффект там появится через 2-3 месяца, ты потерпи. Но главное, чтобы ты сам активничал, потому что по Щелчкову так ничего не произойдет. Он вроде бы соглашается, денежный канал открыт, диагностику провел через 2 месяца, все прекрасно, все отлично, к нему должны пойти деньги. К нему пойдут деньги, первоначальные месяцы. Он понимает, что вот к нему начали деньги идти, и начинает этими деньгами разбрасываться. То есть он не уважает денежную энергию, он разбрасывается, в долги дает, или даже сам в долг влезает, и образуются такие маленькие каналы-крадники. И все, денежная энергия потом опять утекает. И они потом обращаются ко мне и говорят, вот вы работу коряво выполнили. Я провожу диагностику, я смотрю, что свою работу я выполнил хорошо. Я смотрю, почему тогда ему деньги не идут. И здесь мне карта показывает, что вот его модель поведения как бы расшатала работу. Вы здесь сказали про каналы-крадники. То есть они могут появляться неосознанно в результате действий самого человека. То есть он сам формирует этот канал, а могут осознанно наводиться. Но действительно ли можно у человека что-то украсть? Конечно. Финансы, любовь, удачу. Здоровье, красоту можно украсть. И как красоту? Вот Алихан такой красивый, завтра проснется утром, уже 80 лет, да? Или как? Да, писло как-то шарпеет. Здесь такое, что каналы-крадники, они могут образоваться естественным путем. Это когда мы влезаем в долги, в кредиты, и могут они образоваться магическим образом. То есть это заказная работа, и в основном каналы-крадники делаются на финансы и на здоровье. Очень часто в основном на финансы, потому что ко мне приходят клиенты и говорят, вот у меня есть такой-то знакомый, у него хороший денежный поток, пожалуйста, сделайте так, чтобы его деньги перешли ко мне. Ну, как нагло. И я говорю, ну, извини, я не буду этим заниматься, потому что деструкция – это не мое вообще. Замечательно. А делаете ли вы обратку, когда проводите очистку? Да. Я спрашиваю клиента, хотите ли вы вернуть вот это зло обидчику? А не будет ли это потом деструктивной программой для клиента? Равновесие должно соблюдаться в любом случае. Ну, я тоже так считаю. Потом воспитывать надо все-таки людей. Баланс. Да, баланс нужно соблюдать. Я не могу за поведение хотя бы так поставить, иначе человек никогда не осознает, что это такое. У вас вопрос? Да, у меня вопрос такой. Сейчас в последнее время, последние несколько лет, так скажем, да, вот зодейка стала прям везде, на каждом шагу. То есть каждый хочет обучиться каким-то навыкам. Нумерология, астрология. Вы тоже захотели? Я не захотела, пока. Да, да. Вопрос такой. Смотря на ваш юный возраст, скорее всего, у клиента возникают какие-то сомнения. Все равно всегда хочется пойти уже, знаете, такой внушающий, тюкенький, который сидит там со всеми шарами, атрибутами. И, возможно, даже она не поможет. Но чисто визуально ты уже представляешь. Маг гадалка, она всегда какая-то такая непонятная женщина. С ожирением четвертой степени, как минимум. Да, да, да. К нам на программу приходит так много профессионалов своего дела, и все они настолько юные. Даже вот сейчас перед вами была девушка, в предыдущей на наших программах были разные люди. Но, скорее всего, как вы боретесь с этим сериотипом? Ну, когда ко мне клиент приходит, он видит, что я молодой, и они думают, что у меня опыта никакого нет. В этом случае я вижу, что идет ко мне какое-то недоверие. И, соответственно, я говорю, если вы мне не доверяете, то, пожалуйста, найдите того мастера, которому вы доверитесь. Не надо тратить мое время, не надо тратить свое время. Поэтому, и они как бы уже в этот момент уже понимают, что во мне есть какой-то профессионализм, раз я так говорю, спокойно, в какой-то степени нагло. Они уже соглашаются, что вот, хорошо, пожалуйста, приступайте к своей работе. А как проверить мастера все-таки, что его работа работает? Самое первое – это положительные отзывы, которые есть у этого. Потом хороший мастер всегда на слуху. В-третьих, мастера нужно выбирать как бы по интуиции. То есть не бывает такого, что… Точнее, бывает такое, что вот вы обратились к одному мастеру, потом идете ко второму мастеру, чтобы проверить работу первого мастера. Этого делать категорически нельзя, потому что второй мастер неадекватно оценивает работу первого. Тем более он не знает, какими методами он работает. А как выбирать своего мастера? Ну, наверное, здесь больше интуитивно, потому что энергетика предрасполагает, и ты понимаешь, что вот ты пришел к тому самому человеку, которому можешь довериться. Больше, наверное, интуитивно. Руны, насколько я знаю, могут хорошо влиять на ситуацию, решать проблему. А вот предсказывать будущее вы берете с помощью руны? Нет, руны я не использую как мантический инструмент. Руны я использую только для диагностики рунического става. Подойдет этот рунический став этому клиенту или не подойдет? В этом случае я смотрю. А так, чтобы предсказывать, смотреть прям ситуации конкретно, рунами нет. Почему? Не знаю, в этом случае у меня руны как-то не идут. А, понятно. Я вот вижу руну, знаю значение, но никак не могу сопоставить с ситуацией. В этом случае не идет. Интересно. А таро? А таро вот я хорошо чувствую. Таро я могу... У меня своя система предсказаний, своя система трактовки. То есть как бы вот я раскладываю карты. Сначала смотрю вот общую картину, что там, какие масти больше, каких арканов больше, старших или младших. И, соответственно, потом я делаю какие-то выводы. Помимо всего этого, когда тасуешь карты, в этот момент приходят какие-то картинки. Я уже примерно знаю, с чем обратился человек и как ему помочь. А у вас нет с собой сейчас карты? Давайте. Как пойдут продажи билетов на наш грядущий спектакль? Вообще он сгрядет там или нет? Да, 7 дней карантина. Что там у нас упало? Важно. Я уже знаю следующий вопрос. Нет, несколько колод. Это у вас карты Таро какие стандартные? Да, это Rider Waite. Ага, классические. Здесь выпадает восьмерка мечей, которая говорит, что будут какие-то ограничения. Карантин, наверное, продлится, да. То есть нет свободы действий, прям не все, что захотите. Но и здесь еще десятка жезловая выпадает, которая тоже говорит, что сам процесс, то есть я вопрос задал, как будет проходить сам процесс. И здесь говорят, что с определенными трудностями они будут проходить. Но и итог самого спектакля здесь, в принципе, вам понравится. Он должен состояться, процентов 70 вероятностей. Он вам понравится, но как бы будут определенные моменты, когда вы подумаете, что это не то, что я на самом деле хотела. То есть ожидание реальности. И, соответственно, будьте осторожны. Вообще здесь выпадает карта дьявола, которая может указывать, что могут быть моменты эгоизма с чьей-то стороны или же какие-то помехи, которые вам не подвластны. То есть какие-то энергии могут на это повлиять. Вот, а так, итог... Ну, кто-то рыцарь там побежал. Итог хороший будет. Здесь выпадает твой ключ. Зритель довольный. Да, да. С благодарностью, наверное, будет зритель. А дьявол, наверное, сломит. Дьявол. Ну, дьявол. А дьявол, карта, это же Талгат, насколько мне известно. Он говорит, ну, вот все эти как раз-таки развлечения. Да. Вообще дьявол – это символ всего шоу-бизнеса. Да. Вот это карта пороков, развлечений, игр самых любых. То есть вот такого плана. То есть, может быть, говорит о том, что хорошо развлекутся. Да, это тоже возможно. Но в моих тактовках дьявол очень часто проигрывается как какие-то темные энергии, как эгоизм человека. Что-то такое не по плану может пойти. И здесь еще просто дополнительно вот эта семерочка мечей выпадает, которая тоже указывает, что сам процесс во время спектакля могут быть какие-то обманы, те кто-то что-то недоговаривает, какие-то... Текст забудут. Гонорар не выплатим. Вот такие моменты могут быть. Угу, спасибо. Второй вопрос у вас был. Я хотел про злобина спросить. Так, давайте вопрос по поводу фильма. Ну давайте, задавайте. Так, Талат, вопрос. Выйдет ли наш фильм «Хранители пути» в 2021 году? Или лучше его попозже выпустить на экраны большие? Или дождаться до окончания уж карантина по всему миру и выпустить его уже в 2022 году? В принципе, сюжет там вне временной, и съемки такие же. В этом году выйдет. Угу. Но немножко вы подождете с выходом. Осенью, наверное, да. То есть, возможно, где-то... Не в те сроки, которые вы планируете, но в этом году, в принципе, выйдет. И еще от этого прям кайфанете хорошо. Угу. То есть, карта удовольствия упадает. Сейчас как раз-таки вот сам момент вопроса. Здесь карта суда, то есть это выбор. Вы стоите перед выбором. Либо сейчас, либо потом. Но, как оказалось, что сейчас. Мы как раз, например, весной, помните, воскресенье на осень. Или осень, или зима ближе к Новому году. А эту карту я выложил как раз-таки на следующий год. То есть, выйдет ли в следующем году, здесь нет. То есть, в этом году высокая эра. Угу. 90%. Ну, давайте. Бог троицу любит. Я там, да. Третий вопрос. Третий вопрос такой. Какой проект сделать нашему продюсерскому центру? В каком направлении? Это пусть будет спектакль, либо музыкальный проект, или это пусть будет новый фильм? Что продвинет, да? Да. Да, что продвинет наш продакшн в целом. Ну, человек стоит, смотрит на дорогу, думает, что же продвигать-то? Куда пойти? Здесь в основном как идет все три варианта. Вот фильм, музыка, спектакль, да? Они все положительные. То есть, можете чем угодно заниматься. В любом случае вас ожидает успех. Потому что здесь карта звезды выпадает, которая говорит, что вот звезда в прямом смысле. Ну, немножко чуть-чуть подождать. Вы как раз таки уже стоите на такой точке, когда уже начнутся изменения скоро. Потому что здесь двойка жезловая выпадает, которая говорит, что вот человек находится на пороге изменений. А изменения к чему? Так. Изменения больше к положительному, я скажу, с чем. Вот. Будет очень много шансов, очень много возможностей, чтобы продвинуть себя, продвинуть продакшн к звезде. Работы будет валом. Супер. Это активность. То есть, все жезловые карты, как вы видите, еще один старший аркан. То есть, все жезловые карты, это всегда активность, это работа, это огненная стихия. Ну, почему-то такие ощущения были, что именно это был как раз такой период у нас карантин. Да. Затишье. Затишье. Большой боль. Ну, мы должны были отдохнуть, потому что мы хорошо поработали в предыдущие годы. Угу. Особенно 2019-й был. Ну, у него в руках карты. Полюсович, давайте, четвертый вопрос. Сейчас полгат убежит со съемок. А давайте. А давайте вот про карантин. Когда же у нас все-таки снимут ограничения, и можно будет путешествовать по миру? В этом году или в следующем году? Точно. Если же вопрос, я тоже сам про свою семью. Мне самому интересно стало. Угу. И такие глобальные вопросы вот не смотрел ни разу. Политические вопросы. Потому что нумеролог Александр Литвин говорил еще, он предсказывал пандемию еще с 2019 года. В Ютубе есть его запись. Вот. И так же, когда все это началось, он сказал, что пандемия начнется 5 февраля и закончится 5 февраля. Он говорил, что он не может определить это вирусы или бактерии. Но действительно, ближе уже к началу февраля во всех странах мира и в России началось затишье с инфекцией. Количество инфицированных стало уменьшаться, стало все открываться. Вот. Ну, посмотрим, совпадут ли ваши прогнозы с его прогнозами. А может с появлением вакцины? Нет. Он говорит, что эзотеричное появление вируса, и он уйдет, совпадет с появлением вакцины, но не из-за вакцины. Потому что, на самом деле, она еще не действенная. В этом году закончится пандемия, возможно, ближе к марту. Даже в марте. О, право. Так это вот уже. Он говорит о том, что границы начнут открываться после 20 марта, когда период летнего, весеннего солнцестояния будет увеличиваться, да. И солнечная энергия будет воздействовать на сознание людей. Да. Да. И людям захочется путешествовать. Я уже, по сути, пиар-агент в Литвина. Просто его очень уважаю и мечтаю на наши передачи пригласить. Вот сейчас после этой передачи все начнут покупать билеты в Турцию на лето. Да, да, да. Сейчас все тур-агентства, они прям со скидками продают горячие путенки, потому что понимаешь, что сейчас как бы не покупаются. А как вы сказали, если правда сейчас впадет в марте, то цены возрастут с нас сразу же. Но это не мои прогнозы, друзья. Это прогнозы Талгата и Александра Литвина. Я просто их, так скажем, ну, не пиар-агент. А я человек, который вот озвучивает мнение человека, который не присутствует сегодня, а Талгат сам за себя говорит. Талгат, давайте вот такой вопрос. Планировать ли отпуск на лето, на июль месяц? Нет, планировать-то можно. Да, полетим ли мы отдыхать в Турцию? Мы планировали на Котикса мира в прошлом году полететь в Египет. Вопрос закрыт. Нет, значит. Я не скажу, что нет. Вопрос просто закрыт. Почему? Потому что здесь выпадает Верховная Жрица, и когда она самая первая выпадает, это указывает на то, что информация еще по этому вопросу либо не сформирована, либо она как бы еще вне доступа. А, то есть не надо нам с вами знать ее сейчас просто-напросто. Ну, интрига сохраняется. Кому, как ни нам, Алихан, с вами любить интриги? Мы же сами их создаем. Ой, еще один последний вопрос запятал от всего экрана. По поводу книги вашей «Мамины любимки». Так, как состоится презентация? Онлайн или оффлайн? Новые книги Калины Сарсеновой. Это первая книга для детей и их родителей. Угу. Больше идет оффлайн. Угу. Потому что на онлайн, если будете проводить в онлайн-режиме, то очень много будет мороки, очень много будет беспокойства. Даже можете сна своего лишиться. Вот поэтому больше онлайн. Ой, оффлайн. Если оффлайн будете проводить, то это больше изменений принесет в вашу жизнь, чем онлайн-режим. То есть надо встречаться с читателем вживую. Супер. Ну да, будем смотреть, почему бы нет. Благодарю, Талгат, очень интересно было. А вот другая колода, это что такое? Для красоты? Нет, это мои рабочие колоды, то есть райдеройтовская колода и некрономикон называется. Этой колодой я в основном делаю диагностику на негатив. А давайте сделаем, можно сделать на Алиханна и на нас. У нас такой практический выпуск будет, чтобы все посмотрели, как Талгат работает в деле. Да, ну все, Талгат, реклама обеспечена. Если клиентура побежит, а мы рекомендуем проценты на счет телеканала Хит-ТВ. Здесь, когда я диагностику делаю, я делаю по чакрам. То есть любые негативные воздействия, они всегда отображаются на чакрах. Например, если у человека страдает личная жизнь, то там пробой идет на четвертой чакре. Если у него, например, социумом проблемы, то пробой на третьей чакре. То есть благодаря диагностике на чакрах можно посмотреть все, от и до. И помимо вот Таро, я еще и вот так просматриваю человека. Какая мрачная колода. Да, кстати. Повеяло миром мертвых. Вы чувствуете, как температура понизилась? За спинами операторов стали появляться черные сини. Нет, за спинами камер стоят операторы. И они в масках. Алихан, кто-то дышит вам в спину и даже слышит о дыхании. Тише, тише. Не так сильно дышите. Это на Алихана? Угу. Сейчас про вас Алихан скажет что-нибудь хорошее. Некротически светлое. Хочу пройти в курсы коучинга. Правильно. Давно пора. Вот. Тоже думаю. Какие интересные картины. Состояние чакр, в принципе, удовлетворительное. Очень много энергии зависти сразу предупрежу. Здесь даже... К Алихану. Да. Здесь на первой чакре, Муладхара называется эта чакра, она отвечает как раз-таки за наше стремление, за наши амбиции, когда человек что-то планирует. И помимо всего этого, это еще раз за родовые структуры. То есть это энергия Земли, она начинается вот так и вверх. Всего семь чакр энергетических центров, и каждая чакра отвечает за определенную сферу жизни, еще и за определенные органы. И первая чакра, она отвечает в основном за кости, за кожу, за мочеиспускательный канал, за прямую кишку. По этой карте скажу, да, что, как видите, здесь крысы изображены. То есть вокруг очень много энергии зависти, много сплетен и тому подобное. И по этой карте могу сказать, что есть проблемы с позвоночным столбом, скорее всего, больше. По второй чакре у вас, ну, вторая чакра, это свадхистана называется, она отвечает за сексуальную энергию, за желание, базовые потребности. Ну, здесь у вас вообще проблем нет. То есть, можно сказать, вторая чакра у вас довольно-таки активная. Вот что хотите, то и делайте. То есть все базовые потребности, любые желания вы удовлетворяете спокойно. Из-за этого энергия чакры прям такая полыхающая. По третьей чакре вы довольно-таки социальный человек. Прямо, если видите, человек прям обращен к социуму, он постоянно что-то говорит, что-то делает. И, соответственно, третья чакра, она социальная чакра. И у мужчин она в основном отвечает за денежный канал. И по этой карте могу сказать, что ваши деньги зависят от окружающих людей. Ну, все, я только очень... Да. Волка ноги кормят, буквально в смысле, да. Чем больше людей, тем больше денег у вас будет. Вот. Состояние пищеварительного тракта, третья чакра, это она солнечное сплетение, то есть это все органы пищеварения. По этой карте скажу, что пищеварение, в принципе, нормальное, ненарушенное. Максимум это какие-то легкие гастриты, такие поверхностные, но и то исключаю. Четвертая чакра сердечная, это анахата, это любовь. Ну, на сердечной чакре здесь тоже активная такая жезловая огненная энергия. Это говорит о том, что с личной жизнью у вас, в принципе, все в порядке. Да. На сердце есть ребеночек. Да. Пажезловый это ребенок. Вот. И любовь к детям в основном. Но четвертую чакру нужно развивать не только любовь к своей семье, но и к себе тоже. Так что этот момент тоже не забывайте. Пятая чакра, это вишудха, это горловая чакра. Она отвечает за таланты, за самовыражение. У вас здесь карта солнца, поэтому скажу, что с самовыражением у вас все в порядке. На своем месте находятся. Да, талантливый человек, который выражает свои эмоции спокойно, не боясь. По этой карте скажу, то есть там в чакре солнечная такая энергия, то есть она светлая. Вот. Так что с этой чакрой проблем тоже нет. Супер. Я использую этот отрывок для рекламы себя. Да. Да. Да, да, да. У меня по картам все прекрасно, ребят. И, кстати, по этой карте могу сказать, что таких серьезных кармических долгов, кармических узлов или заболеваний я у вас не вижу. Почему? Потому что помимо нашего физического тела есть и тонкие тела. И как раз таки пятое тонкое тело, его называют каузальным или кармическим телом, оно прикрепляется к пятой чакре. И вот на пятой чакре хранится вся информация про карму, про кармические долги и задачи. И по этой карте скажу, да, что в принципе у вас таких карма неотягощенная. Да, ну и видно, да, такое радует. Следующая чакра – это аджна чакра, чакра третьего глаза. Здесь скажу, что интуиция немножко притупленная, потому что, как вы видите, здесь карта не очень такая хорошая. Но есть куда развиваться. Да. По этой карте могу сказать, что иногда возникают мысли-формы в виде сущности. Точнее, можно сказать, что есть такое понятие, как сущности. Это такие низкочастотные пиявки энергетические. И есть такая классификация, что некоторые сущности образуются из наших мыслей, то есть мысли-форма. Да, это есть. И у вас как раз таки есть такая мысли-форма в виде сущности, которая вот в голове сидит и какую-то мысль вам диктует, диктует, диктует. То есть какие-то навязки. Бывает. Потом она диктуется, да. И нечего вы на меня с сущности скидываете. Вот. Поэтому шестая чакра, ну, немножко страдает. Так что избавляйтесь от этого. Ясность мыслей нужна. Почистить. Толгат нужно, Алиханова. Шестую чакру можно чистить. И самая последняя, седьмая чакра Сахасрара. Она самая тяжелая для понимания. Почему? Потому что это прям пик духовности, когда человек прорастает, перерастает вот с первой на вторую, на третью и дорастает до седьмой чакры. Это уже прям люди духовности, люди, которые, ну, и как пророки в целом. Ну, седьмая чакра у вас, не скажу, что прям супер, вау, классно. Есть куда расти опять-таки, да. Да. Здесь такие моменты, шестерка час, что очень много моментов прошлого вспоминаете. То есть в голове какие-то флешбеки, моменты ностальгии. И как бы, когда человек держится за прошлое, он не может идти вперед. Поэтому карты говорят, чтобы вы вот о прошлом меньше думали. Накосячили, накосячили, ничего страшного, идете дальше, и все замечательно будет. В целом негатива на вас я никакого не вижу, потому что у вас защита мощная стоит, скажу сразу. Какая-то родовая, да, Надежда? Да. Ну, и можно на меня, только без размышления о состоянии здоровья. Хорошо. Да, чтобы поменьше спекуляций было потом вне предела студии. Да-да-да. Интересно, такие карты я вижу впервые. И вот такой метод работы. По чакрам, да? Нет, по чакрам там много методик работы, в том числе тоже иронические есть и все это прочее. Эту колоду не особо торологи используют, я не знаю почему, я ее обожаю прям. Ну, это мощный инструмент для диагностики негатива. Да, можно посмотреть подселенца, и, например, если видишь подселенца на картах, да, можно его посмотреть и на человеке. То есть в любом случае, когда в чакру погружаешься, можно посмотреть и события, и любой негатив. Когда, кем было сделано, каким образом это было сделано. Сущность сидит, она по договоренности или не по договоренности. То есть когда она проникла, какую функцию выполняет, на какие сферы влияет. То есть это все можно сделать. На меня просто регулярно злопыхатели нападают всякими порчами и злодейскими программами. Сейчас проверим, насколько сейчас, в каком состоянии. У вас сильное родовое древо. У вас очень сильные способности есть, тоже экстрасенсорные. Да. Это точно. Я помню, как-то в студии сижу, и давно это было, это у нас был какой-то шаман, медиум. И вдруг я вижу, что он видит душу одной из моих бабушек или прабабушек, которая ходила по студии вот здесь, представляете? И после съемок он ко мне подходит и говорит, а вы знаете, я видел душу, я говорю, я знаю, я описываю, вот у него глаза были. Мне было самой интересно. Я видела то, что видит другой экстрасенс, представляете? Это интересно. Так, в целом, да, скажу, что как такового негатива на вас я не вижу. Максимум это сглаз, то есть это на седьмой чакре. То есть вам пытаются перекрыть канал космоса, чтобы вам информации меньше поступало, чтобы вы не смогли видеть, или какие-то оморочки, мороки, такие вот моменты могут проскальзывать. Вот, ну, по первой чакре скажу, да, что родовые структуры, они у вас мощные. То есть у вас и родовая такая поддержка идет. Когда у человека родовые структуры мощные, у него и в жизни все будет получаться, и деньги, и здоровье. То есть все моменты, они прям мощные будут. Вот, энергия земли к вам течет довольно-таки хорошо. Поэтому насыщенность, насыщенность чакр, она, в принципе, неплохая. По второй чакре, да, по этой чакре скажу, что очень много каких-то моментов сомнения, и когда вы в чем-то сомневаетесь, у вас есть, возможно, один человек, к которому вы постоянно обращаетесь, то есть советуетесь. Вот, она прям очень ярко выражена именно на второй чакре. А вторая чакра у женщин отвечает за деньги. Поэтому каких-то денежных вопросов, возможно, вы не одна решаете, а с кем-то. То есть моменты совета. По третьей чакре, ну, вы довольно-таки справедливый человек. Как к вам относятся, так и вы относитесь. Потому что третья чакра, это же социум. И к социуму вы тоже так по правосудию относитесь. То есть если вам сделали плохо, вы тоже... Ну, кто к нам с мечом пришел, тот мечом по пятой точке получает. Получается, да. Да, пробуй, сквозь. Да, да. Да, здесь, хоть и карта такая некрасивая, такая страшная, это не негатив. То есть никакой порчи здесь нет. По четвертой чакре могу сказать, что вы в позиции наблюдателя. Вы постоянно наблюдаете за людьми, смотрите, что происходит, как люди любят, что они чувствуют. То есть позиция наблюдателя. От вас меньше активности, больше наблюдений. И благодаря этим наблюдениям вы как бы для себя какие-то выводы делаете. То есть четвертая чакра, вы в принципе открытая. Вы можете принимать людей. И у вас нет такого, что вот все люди плохие или все люди хорошие. То есть по определенным критериям не выбираете. Если понравился человек, прекрасно. Не понравился, тоже прекрасно. Это точно. Это вот Карина Рашидовна. Вот. И пятая чакра. На пятой чакре у вас тоже карта Сунца. То есть это говорит о том, что с талантами, с самовыражением, с голосовыми моментами, да, ораторское искусство. То есть вот эта пятая чакра, она у вас тоже мощная. Благодаря пятой чакре вы как бы реализуетесь. У вас прям такой мощный карьерный рост. Огромное спасибо, Талгат. Очень интересно. Вот познакомили вас телезрители с методом работы этого уникального мастера. Так что видите, возраст на самом деле это одна из иллюзий. Да. В какой раз ты уже подружаешься. Да, да. Я вам желаю огромных успехов на вашем поприще. Большая благодарность за ваш визит на нашу передачу. Пусть у вас все эксперименты и профессиональные уже навыки будут для вас безопасными. Благодарю. Вот. Тот опыт, который вы будете получать, он будет только в конструктивную сторону для вас работать, для ваших клиентов. И здоровья вам и вашим близким. Благодарю. Алик Анчин скажет. Да, я желаю вам крепкого здоровья. Пусть у вас будет как можно больше счастливых клиентов, которым вы поможете, откройте глаза и не измените свою жизнь. И желаю вам большой мышнецкой внутренней прокачки. Благодарю. Все ваши энергии просто, знаете, вот так вот бурлили и изливались в положительную вот вот линию для других людей, чтобы они находились в себе ответы в костях у вас. Если вы хотите быть счастливыми, а счастье это база для нашего здоровья, духовного, энергетического, физического, то следуйте вашим внутренним, вашим настоящим истинным потребностям. Те потребности, которые являются вашими подлинными желаниями, не привнесенными в ваше сознание какими-то навязчивыми структурами. Если вы хотите быть здоровыми, то, конечно же, вам необходимо развиваться в самом важном направлении, которое дано человеку для постижения, для реализации, это направление духовное. Духовно познавать себя можно с самых разных уровней. И, конечно же, с уровня психологии, с уровня физиологии, это наше физическое здоровье, с уровня эзотерики, этому учат гости экстрасенсы нашей передачи «Избраны», с уровня религиозной духовности, хотя религия не всегда синонимична духовности. И, конечно же, уровень, когда вы осознаете в себе вечное присутствие Всевышнего и научаетесь с Ним общаться. И вот такое служение Богу через вашу миссию, осознанное служение в нашем мире является, наверное, настоящим достижением, подлинной целью человеческого бытия на этой земле. Но не финальной целью души, потому что миров, которые расположены выше нас, очень много. Уровней, ступеней развития много. Лестница, уводящая наш взор в небеса, бесконечна. Это самое увлекательное, самое интересное путешествие нас в вечности. Я желаю вам быть счастливыми, счастливыми путешественниками и оставаться с нами. Спасибо. 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 Спасибо.